Время новостей на канале Лабутнанского телевидения в студии Кристина Волкова. Здравствуйте! О самых заметных событиях городского округа расскажут корреспонденты службы новостей. И вначале коротко о темах выпуска. Набираем скорость. Новая мера для увеличения темпов строительства. Готовим смену. Дошкалята осваивают популярные профессии. Шагаем за здоровьем. Лабутнанцы приняли участие во всероссийской акции. Готовимся к отпуску. Льготный тариф для многодетных семей. Новые куклы и световое шоу. Образовательный проект «Горибу» готовит необычные постановки. Цвет полярной звезды. Итоги городского конкурса талантов. Волейбол на снегу. Горожане дали старт региональному проекту. Биатлонный праздник. 46 семей приняли участие в традиционных соревнованиях. На Ямале введена дополнительная мера для ускорения темпов строительства. Для основного заказчика строительства жилья, фонда жилищного строительства округа предусмотрена возможность полного инженерного обеспечения и проведения мероприятий по технологическому присоединению к коммунальной инфраструктуре всех объектов комплексной застройки в границах земельного участка. Сейчас в строящихся микрорайонах застройка проводится за счет собственных средств. Подрядчики самостоятельно осуществляли инженерное обеспечение. Теперь при дальнейшей реализации комплексного строительства будет обеспечена возможность технологического присоединения к соответствующей инженерной инфраструктуре новых, не построенных на текущий момент объектов. Строительство комфортного и современного жилья – одна из главных задач правительства региона. Губернатор Дмитрий Артихов подчеркнул, что для ее выполнения, как и для других приоритетных задач, сегодня появились механизмы, которые позволяют гибко реагировать на сложившуюся ситуацию. Сейчас на Ямале возводится 174 многоквартирных дома площадью более 550 тысяч квадратных метров. Строится пять крупных микрорайонов со всей необходимой инфраструктурой в городах Салихарди, Новом Уренгое, Таркасале, Губкинском и Тазовском районе. 1 апреля состоялось открытие регионального этапа межрегионального BabySkills чемпионата рабочих профессий для дошколят, созданный по мотивам проекта WorldSkills. В ходе чемпионата, который будет проходить в течение пяти дней, около полусотни воспитанников из девяти дошкольных учреждений округа продемонстрируют свои умения в различных профессиях. Наш город будет представлять пять ребят – победителей городского этапа конкурса. Рая Ермолаева подробнее. Конкурс профессионального мастерства BabySkills в округе проводится впервые. Свои умения и знания продемонстрируют ребята из «Волшебницы», «Улыбки» и «Ромашки». Именно они одержали победу на муниципальном уровне. Теперь им предстоит защищать честь города на региональном этапе. Ребята будут принимать участие в конкурсных испытаниях по 12 номинациям. Задания конкурсных испытаний состоят из трех этапов. Первое. Ребята должны будут ответить на определенные вопросы по своей номинации. Далее поработать с карточками. Такая игра, как правильно-неправильно. Затем ребята по своей компетенции разрабатывают продукт и далее его презентуют. На празднике в онлайн-формате с поздравлениями, напутственными словами, добрыми пожеланиями выступили почетные гости чемпионата. Среди них и Марина Ароновна Трескова, глава городского округа. Ребята, впереди вас ждут новые непростые испытания. Но я уверена, вы обязательно справитесь. Я желаю вам успехов и удачи. Дорогие ямальцы, я поздравляю всех с открытием регионального этапа чемпионата. Пусть этот чемпионат станет традиционным и будет расширять свои границы. В добрый путь. Один из победителей муниципального этапа «Бэби-скиллз» – шестилетний Ярослав Ананьев, воспитанник детского сада «Ромашка». Сегодня он в роли инструктора по физической культуре. Нам пришло постановить, быть здоровым, не ленись. Станешь ты здоровым, сильным, умным, смелым и красивым. Подглавляю ноги по линии. Пятый метр, носки в рост. Спина прямая, группа, равнись. К своему яркому флешмобу мальчик готовился две недели. Чтобы покорить экспертов своим выступлением, создал команду единомышленников, обучал ребят, тренировал каждый день. И вот он результат. Вместе со сверстниками фитнес-тренер Ярослав зажег весь спортивный зал. Бэби-скилз – это не просто конкурс, это целый мир специальностей. Возможность не только познакомиться с разными профессиями, но и попробовать себя в них. Лучших маленьких профессионалов своего дела выберут эксперты из разных муниципалитетов округа. Победители отправятся в город Казань на межрегиональный чемпионат Бэби-скилз. Рай Ермолаева, Эдуард Захаров, программа «Время местное». Всероссийская акция «10 тысяч шагов к жизни» в очередной раз объединила приверженцев здорового образа жизни по всей стране. Ее главная цель – развитие и пропаганда простых и естественных методов оздоровления. Лабутнанцы, как и все ямальцы, приняли в ней активное участие. Репортаж Ирины Якововой. На что потратить воскресное утро? На сон или прогулку на свежем воздухе? Эти горожане не сомневались. Они выбрали для себя праздник здоровья и пришли на стадион, чтобы пройти знаменитые «10 тысяч шагов», участвуя в Всероссийской акции. Эта акция ежегодная, проводится совместно с Министерством спорта и Министерством здравоохранения. И цель этой акции – как можно большее количество граждан привлечь к здоровому образу жизни, потому как через ходьбу, самый доступный способ передвижения для человека, можно активизировать все свои функции организма, размять суставы, мышцы и, в принципе, подышать свежим воздухом. Человеку для поддержания минимума нормальной физической активности необходимо проходить в день от 6 до 10 тысяч шагов. Именно эти рекомендации ВОЗ стали основой всероссийского мероприятия. Такая задача посела многим из нас. Главное было бы желание. В массовом флэшмобе лоботнанцы участвовали целыми семьями и даже профессиональными коллективами. Самочувствие вообще замечаю. Представляете, какая погода шикарная. Как говорит Лео Бакирия, ходьба – золотой рецепт оздоровления. Самочувствие отличное. Прекрасный воскресный день. Мы присоединились с удовольствием к акции «Дю здоровья». Прививаем детям здоровый образ жизни. Отлично. Еще можно кружочек сделать. Одним прохождением дистанции дело не ограничилось. Участников акции ожидали медики. Сегодня мы проводим измерение артериального давления, измеряем уровень глюкозы, холестерина для всех желающих, кто хочет сегодня пройти такой краткий осмотр профилактический. Евгения Озерова – приверженец здорового образа жизни с большим стажем. Довольна, что сегодня пришла на стадион. Хорошо, мне понравилось. Молодцы, что так сделали. Хорошо, спасибо. Александр Михайлов первый раз участвовал в празднике здоровья. Получил огромное удовольствие и почувствовал прилив сил. Вывод однозначен. Чаще участвовать надо в таких акциях. Результатом прогулки на свежем воздухе стали масса положительных эмоций и заряд бодрости. ЗОЖ укрепляет здоровье и улучшает настроение, уверенно говорили участники акции. Ирина Якубова, Григорий Волков, программа «Время местное». Программа льготных тарифов для детей из многодетных семей, по которой авиаперелет на ребенка доступен всего за 2500 рублей, действует в округе 3 года. Она запущена по инициативе губернатора Дмитрия Артюхова. За это время льготой воспользовались 38 650 ямальских детей. Более 17 тысяч из них в прошлом году. Льготным перелетом могут воспользоваться дети из многодетных семей в возрасте до 23 лет, в том числе обучающиеся очно в высших и среднеспециальных учебных заведениях России, не вступившие в брак. Льготой можно воспользоваться один раз в год только на прямых рейсах. В текущем году сеть льготных перелетов насчитывает 39 авианаправлений. С этого года добавились круглогодичные рейсы из Салихарда в Краснодар и летний рейс в Минеральные воды. Летние направления из Нового Уренгоя в Анапу и Минеральные воды. Специально для реализации льготных билетов через официальный сайт авиакомпании «Ямал» был разработан онлайн-сервис, аналога которому нет в России. Также на сайте МФЦ разработан дополнительный сервис, в который внесены данные обо всех ямальских многодетных семьях. При оформлении авиабилетов статус многодетной семьи, имеющей право воспользоваться льготным перелетом, подтверждается онлайн и сразу выставляет цену за билет для ребенка в 2,5 тысячи рублей. Подведены итоги конкурса президентского фонда культурных инициатив. В число победителей вошли три ямальских проекта. Медиакалендарь лесных ненцев Таркасалинской библиотеки, передвижная выставка тактильных картин «Особое восприятие» Губкинского музея освоения Севера и образовательный проект «Корибу» от мобильного кукольного театра к авторскому световому шоу общественной организации «Новые горизонты» города Лабытнанги. Общий размер грантов составил более полутора миллиона рублей. Интерактивный кукольный театр – одно из зрелищных мероприятий для детей с разными возможностями здоровья. Уникальность проекта в том, что интерактивное представление направлено как на большую аудиторию, так и на одного зрителя – ребенка, обучающегося на дому, в том числе с проблемами опорно-двигательного аппарата. Мы со школьниками приходим в детские сады к дошкольникам и обучаем ребят, малышей о зам кукольного театра. И также научим детей создавать свои авторские световые картины. Для световых картин у нас уже есть оборудование. Мы его приобрели в проекте «Мы – новая медиа». А для создания авторского мобильного кукольного театра оборудование будет приобретено за счет средств Фонда президентских грантов «Культура». У нас будет 17 кукол. Это персонажи театрализованной постановки «Цветик-семицветик». И мы приобретем сувенирную продукцию для всех участников проекта. У нас есть мюзикл «Ямайский зверопой». У нас есть цикл из пяти сказок Ивана Истомина «Сказки в чемодане». И вот сейчас, благодаря грантовой поддержке, у нас будут куклы для спектакля «Цветик-семицветик». На Ямале проживает более 2000 человек с положительным ВИЧ-статусом. Розаболеваемости в округе, который наблюдается в последние годы, по словам медиков, связан с увеличением охвата тестирования населения. В Лабытнанге с начала этого года опасная инфекция была выявлена у двух горожан. Всего на специализированном учете состоят 130 человек. Основной путь заражения – половой. Часть пациенток, свидетельствует медицинская статистика, пострадала после контакта с вахтовиками, приезжающими из других регионов. На сегодняшний день ситуация по ВИЧ-инфекции в городе Лабытнанге не очень хорошая, могу сказать так. Потому что в период коронавирусной инфекции мы за эти два года с шестого места перескочили на третье место по ВИЧ-инфекции и по туберкулезу. Уже за первый квартал этого года у нас умерли два пациента. Но эти люди вели асоциальный образ жизни, не принимали препараты, поэтому, конечно, спасти их не представлялось возможным. Пока что у нас никто не родил, беременные есть, но детей положительных нет. Как много лет назад у нас было два ребеночка, так мы их и ведем. Всех поклонников музыки и искусства в минувшие выходные объединил свет полярной звезды. Городской конкурс эстрадного творчества прошел на сцене Лабытнанского дома культуры уже в 24-й раз. Мероприятие по традиции проходило в течение двух дней. В субботу конкурсный этап полярной звезды занял почти пять часов. В воскресенье подвели итоги на Большом галоконцерте. Все подробности далее. Трудно сказать, что во второй день конкурса полярная звезда важнее. Галоконцерт, в который вошли самые яркие номера, или подведение итогов и награждение победителей. Зрители любят мероприятия за зрелищность, а для участников важно не только внимание публики, но и оценки жюри. Поэтому в финале важно все. На Лабытнанском небосводе появилось целое созвездие, целая галактика маленьких звездочек под одной полярной звездой. Глава городского округа по положению конкурса может учреждать дополнительные премии. Это помимо того, что в каждой номинации жюри определило дипломантов и лауреатов. Номер, представленный хореографическим ансамблем «Мечта», был столь проникновенным, что глава вручила две премии – балетмейстеру за драматургию постановки и коллективу за яркое воплощение образов. Он настиг меня, догнал, обнял, на руки поднял, рядом с ним в седле беда ухмылялась. Я от своих детей всегда прошу не поиграться на сцене. Поиграться – это тогда зритель не поверил. Мне надо, чтобы дети прожили ту историю, которую мы хотим донести до зрителей. Если они верят сами в то, что они делают, то и зритель, соответственно, поверит. И тогда будут и браво, и бисы, и аплодисменты, и все получится. Третья премия главы отправилась в поселок Харп. Коллектив «Нон-стоп» под руководством Ирины Воронцовой принимает участие в «Полярной звезде» 17 лет и ни разу не оставался без наград. За преданность конкурсу, за оригинальность постановок и за массовость участников младшего возраста «Нон-стоп» удостоился этой специальной премии. Руководитель уверен, что достичь успеха можно только одним способом. Много работать. Только трудом. Трудиться, трудиться, еще раз трудиться. И, конечно, все-таки оставлять детям возможность оставаться детьми. Дать им немного свободы. Не всегда только все должно быть правильно. Это как нужно. Надо иногда давать им послабление. Когда на сцене лучшее трудно выбирать самых талантливых, 140 участников представили на суд-джюри по два разноплановых номера. Выступали пять часов в первый день и больше часа во второй. Только на награждение дипломантов и лауреатов ушел почти час. Гран-при и самую желанную награду «Полярной звезды» вручили губернаторскому образцовому танцевальному коллективу «Палитра». Своё название они подтвердили в очередной раз. Когда 24 года назад на сцену вышли первые участники «Полярной звезды», их было всего 30 человек, сегодня их в пять раз больше. А всего за эти годы на сцене заявили о себе более двух тысяч талантливых ребят. О том, как развивался и набирал обороты конкурс, знают люди, которые с ним вместе с самого начала. Это огромное счастье наблюдать, когда происходил прогресс с появлением технических средств. Ну, Лабутанги всегда славился вокалистами, особенно танцорами. Поэтому, конечно, все было на моих глазах. И я помню ряд фамилий, которые сейчас, ну так сложилось, они стали профессионалами. И культуре города Лабутанги, и Марине Ароновне, просто ну такое спасибо сказать, потому что она, вот правда, люди вместе, это команда. Я счастлив, что могу соприкасаться с своим участием в жюри, вот с этим событием. Конкурс «Полярная звезда» 2022 года назвали генеральной репетицией к следующему юбилейному мероприятию. И если это репетиция, то чего же ждать на 25-м конкурсе. Волейбол на снегу – молодой вид спорта, хотя играют в него давно на любительском уровне. Впереди его ждет бурное развитие и головокружительный успех на спортивной арене. Этот вид спорта хорош тем, что дорогостоящего оборудования закупать не нужно. Также не требуются крытые стадионы и громоздкие трибуны. Все, что нужно – оборудованная площадка и элементарный инвентарь. В минувшие выходные спортсмены из Муравленка и Лабутанги посредством телемоста дали старт первому за полярным кругом региональному турниру по волейболу на снегу. За снежными баталиями наблюдала моя коллега Карина Щербакова. Два ямальских города Лабутанги и Муравленка находятся за тысячу километров друг от друга. Но это не помешало жителям городов собраться вместе на спортивных площадках, чтобы впервые дать старт заполярному снежному волейболу. Сегодня мы с вами закладываем новую волейбольную традицию. И очень хочется, чтобы снежные поля Ямала помогли нашим командам завоевать с ног сжимательные победы яркие, громкие и увлечь любителей здорового образа жизни в эту хорошую игру. Апрельские ветры спортсменов не пугают. Они всегда готовы к интересной игре, даже если под ногами снег. Такой необычный волейбол еще только набирает популярность, поэтому многие участники играли в него впервые. Непривычно. Снег рыхлый немного, проскальзываешься, зарываешься. Но зато интересный опыт, настроение отличное. Погода повезло, еще в ветер послабже, потому что на этой стороне играешь, мячик сдувает. Непривычно, но интересно. Я рад для себя открывать что-то новое. Вообще я танцами занимался. Волейбол мне очень нравится и я рад присоединиться к этому сообществу. Круто. Остановка хоть и холодная, но обстановка такая классная. Все радушные. Все супер. Класс. Спасибо. Горос, горос. Скучать не пришлось никому. Даже болельщикам было необычно наблюдать за такой игрой. А чтобы никто не замерз, на площадке организовали горячий чай. Пришли посмотреть просто. Очень классно. Очень интересно. В Обытнанге сегодня развивается больше 20 видов спорта. С каждым годом любителей здорового образа жизни и активного отдыха становится все больше. Любая физическая активность, двигательная активность, будь то бег на лыжах, биатлон, волейбол, в зале, на снегу, классический и так далее. Это все помогает развиваться спорту, привлекать как можно большее количество горожан, гостей нашего города к ведению здорового образа жизни, к занятиям физкультурой, а потом уже занятиям спортом. Мы много раз убеждались в том, что все начинают играть за свою организацию, а потом переходят на регулярные занятия, уже вливаются в ряды спортсменов. Снежный волейбол завоевал сердца обытнанских спортсменов. Теперь и у этой дисциплины есть шанс на бурное перспективное развитие в нашем городском округе. Карина Щербакова, Эдуард Захаров, программа «Время местное». Прошедшие выходные стали настоящим биатлонным праздником. В субботу состоялся первый открытый биатлонный фестиваль на призы чемпионки мира и Европы Юлии Макаровой. А в воскресенье прошли традиционные соревнования семейного биатлона. Напомним, что ранее этот проект одержал победу в конкурсе ямальских молодежных инициатив, автором которого является Ирина Мячина. Идею поддержали взрослые, и сегодня проект дополнился новыми идеями. На старт! Первый ямальский биатлонный фестиваль проходит четвертый год подряд. На стадионе «Арктика» в Лабытнанге участникам соревнований предстояло пройти масс-старт к несколько разных дистанций, в зависимости от возрастной группы. Непредсказуемая ямальская погода внесла в соревновательную программу фестиваля свои коррективы. Из-за сильного ветра некоторым участникам приходилось проходить штрафные круги. В этом случае юным спортсменам помогала поддержка родителей и друзей, которые болели за ребят всем сердцем. На финише спортсменов согревали теплой одеждой и крепкими объятиями. В стрельбе я когда ложилась, неправильно легла, и пришлось ложиться заново и потеряла время. Юлия Макарова на протяжении всего фестиваля помогала маленьким спортсменам. Не осталась без поддержки и Вероника Нахрачева. Ее поддерживали и родители. Может быть, именно двойная поддержка помогла ей удачно пройти всю дистанцию без единого промаха. Я надеюсь, что я первое место займу. Все получилось? Да, все получилось. Ни одного промаха. Она сама себя потом подбадрит, потому что мы знаем, что мы болеем за нее. Она на позитиве. Этот фестиваль проходит уже в четвертый раз. И для меня радостно, что он продолжается. И огромная радость, что на этом фестивале вырастают ребята. И они участвуют не только у нас, но и выезжают за пределы округа, участвуют в «Перезе России», у нас уже есть медали. И участвуют также во всероссийских соревнованиях по биатлону. На следующий день проходил фестиваль семейного биатлона. 46 семей собрались для участия в ежегодном соревновании. Торжественно открыла фестиваль «Любовь Воробьева». Сегодняшний праздник стал возможен благодаря гранту губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа при поддержке фонда президентских грантов. Я сегодня каждому из вас желаю, во-первых, болельщикам яркого события, всем участникам справиться со своими переживаниями и тревогами, пробежать, так как вы мечтаете, судьям хорошего судейства и всем нам с вами городского настоящего праздника. Готовы? Да! Все, можно начинать. Первыми соревноваться начинают дети. Забег проходит на время. Важно не допускать промахов на огневом рубеже и как можно быстрее пройти дистанцию, не допустив ошибок. Но без падений все-таки не обошлось. Несмотря на это, команда номер один показала лучшее время. Мама, ну два шага сюда, задерживай ее. Все, поехала! Сейчас мама так считает. Давай, давай, давай! Я вообще спортом не занималась. Я занимаюсь. Я была очень далека от этого. Я с лыжем начала кататься, ходить немножко вечерами, на выходы. Буквально два года назад. В прошлом году предложили, почему бы нет, не отказались. Весело, интересно. Наверное, в детстве не доиграла. Благодаря грантовой поддержке вновь на Лабытнанской земле удалось организовать настоящий праздник. На полученные средства были приобретены баннеры, костюмы для волонтеров, которые разливали чай и подавали гостям угощения, приготовленные школьниками. Также на средства гранта приобрели сувенирную продукцию и детские аттракционы, чтобы ребятам младшего возраста было чем заняться, пока родители проходят дистанцию. Праздник получился на славу, а в копилке спортивных побед городского округа добавилось свыше 40 наград. Анастасия Шаховцова, Николай Снегир, программа «Время местное». На этом все. На сегодня далее вас ждет прогноз погоды. Напомню, что все новости и программы доступны в интернете. Подписывайтесь на наши группы в социальных сетях и будьте в курсе событий. А я с вами прощаюсь. Увидимся на канале ЛТВ завтра в это же время. ЛТВ завтра в это же время. ЛТВ завтра в это же время.